На первый взгляд повестка дня городской думы не должна была стать слишком дискуссионной. 16 вопросов, уже говоренных на комитетах, и один последний о полномочиях согласовывает замов главы администрации, самый принципиальный. Но полемика возникла раньше. Два изменения в генеральный план города, по которым функционал территории в районе микрорайонов Бутырки и Храпова переводили в зону лесопарков, городских лесов и зону отдыха, почему-то вызвали недовольство некоторых депутатов. Но конкретное разъяснение все исправило. Эти зоны граничат со свалками, территориально их защитить было просто необходимо. Там должны расти деревья, которые сохраняют воздух, подосколько это возможно для жителей, от яблоков города, только марша, рощи, курорщи в целом, и поселка рощи, которые находятся. Поэтому украинское решение надо сохранять наше зеленое сражение. К самому главному вопросу повестки народные избранники подошли уже стесненные законодательно. Напомним, еще в июле депутаты пользовались правом согласовывать назначение замов мэра, рассматривая кандидатуру на должность первого заместителя главы городской администрации Алексея Пустовалова. На публичных слушаниях рассматривали вопрос расширения полномочий и согласования начальников управлений и руководителей муниципальных предприятий. Минюст и прокуратура высказывались против. Теперь пришел протест областной прокуратуры. Согласование кандидатур замов противоречит федеральному законодательству. Отказаться рассматривать документ депутаты не имели права. Была только мизерная возможность отложить голосование через обращение в Госдуму. Отделие представительного органа за прописку во время муниципального образования направили в Государственную Думу официальный запрос, чтобы нам объяснить и разъяснить, есть у нас такие полномочия или у нас такие полномочия. В вопросе с полномочиями инициаторы изменений попали в своеобразный цукцванг, выражаясь шахматным языком. Это когда любой ход был заведомо проигрышный. Игнорировать нельзя, принимать нет желания, за официальным отказом было бы разбирательство в суде. В итоге протест удовлетворили. 21 человек за, 18 воздержались. Полномочий влиять на кадровые решения исполнительной власти у Городской Думы не было де-факто. Теперь, похоже, де-юре их тоже не будет. Максим Васильев, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Продолжение следует...